Ночные рубашки, пижамы, категория Extra, это Германия, вес лоту 25 кг. Так, очень большого размера, 56-58, здесь написано, ночная рубашка в отличном состоянии. Хлопок, но размер очень большой, следов износа нет. Далее марка TSM, размер уже здесь поменьше, 42-44, то есть получается примерно, сколько, 48-50, да? Тут у нас будут пижамы, ночные рубашки, в основном женские ночные рубашки, ну и мужские пижамы, наверное, тоже чуть-чуть будут. Так, да, это пижама. Состояние отличное, то есть катышков нет, не застиранное, не выцветшие, не выгревшие вещи. Элька. Кстати, вот вторая пижама большого размера, Элька, тоже в хорошем состоянии. Так, у нас следующая ночная рубашка. Правда, здесь бирка отсутствует, но размер, давайте примерно прикинем. Так, ну, наверное, Элька, Эмка, Элька, скорее всего. Так, еще одна ночная рубашка. Этот, кстати, тоже хлопок, до этого тоже был хлопок. Состояние отличное, без видимого износа, каких-то недостатков нет, не наблюдаю. Так, новая пижама мужская в упаковке, 100% хлопок в указанном составе, размер средний М, написано 48-50. Новая мужская пижама. Ночная рубашка большого размера, Элька, тоже хлопок. Посмотрим, сколько будет синтетики. Обычно тоже попадается, да? Размер 40-42, то есть это получается 46-48 размера штанишки. И вот еще одни просто штаны Элька 52-54, это, по-моему, мужские штаны. Ну, пойдет дома носить, состояние хорошее, хлопок. Так, здесь у нас размер, что-то я не вижу, но либо Эль, либо Икс Эль. Так, пижама, вот, дальше мы с вами сейчас увидим. Тут есть наклейка, раз она присутствует, значит, еще, наверное, не стирали, не носили. Состояние отличное. Тоже вот большого размера пижама. Так, только вот я не вижу какой-то размер. Ну, да ладно. Либо Эль, скорее всего, Эль. Состояние отличное. Скорее всего, новое. Так, Эмка 48-50. На рукавах резинки не растянуты, видите, в отличном состоянии. Так, далее рубаха ночная. Так, и пижама следующая. Пижама небольшого размера. Так, да, смотреть не могу, в глазах лебить. Элька. Написано, но 40-ой размер, то есть, в принципе, должен быть 46-ой российский размер. Так, еще одна ночная рубашка с хлопка. Пока вот вроде все с хлопкой синтетики, по-моему, не было. Еще одна пижама. Указана здесь 44-й размер. Тоже, кстати, хлопок. Состояние отличное. Не знаю, как описать, передать. Состояние шикарное. Такая вот пижама. Примерно получается 50-го размера. Далее, ночная рубашка. Это тоже с хлопка. Размер 40-42. 100% хлопок. То есть, примерно 48-ой, наверное, здесь будет российский размер. Кстати, очень длинная ночная рубашка. Сейчас сложу. Вот так. Думаю, понятно. Так, пижама XS. Здесь указан размер. То есть, маленького размера. Флисовая пижама. Тоже в хорошем состоянии. Новая мужская пижама среднего размера. Кстати, что-то подобное уже было. Среднего размера тоже в упаковке. Но это категория экстра. То есть, это не крем. Элька. Так, элька. Тоже вот 44-46. То есть, российский размер получается 50-52. Это хлопок. Штаны размера эль. 52-ой здесь указан. По-моему, мужские. Домашние, скажем, штаны. ХБшные. Резиночка внизу. Видите, уже немножко форму теряет. Так, далее. Ночная рубашка большого размера. Элька. 44, по-моему, там было указано. 46, да. 50-52. Это наши российские размеры. Мужская пижама. Элька. Размер 52-ой. Почему-то штанишек нет. Ночная рубашка небольшого размера. Это, наверное, М-ка. Хотя, нет, все-таки, наверное, М-ка. Так. 48-50. Получается, 54-56 российские размеры. Тоже хлопок. Хлопок. В основном, все из хлопка. Синтетики пока не было. Смешанные вроде были. Ткани там, где часть из поля старая, где часть из хлопка. Видите, состояние. Есть все-таки небольшой износ, судя по резинке. Ну, в общем, состояние отлично. Так. Пижама. Размер 44-46. На бирке вот такие размеры указаны. В отличном состоянии. Тоже, кстати, из хлопка. Да. 100% хлопок. То есть, в принципе, 50-го, наверное, размера данная пижама. Как видите, в основном, все женское. Мужских пижам очень мало. Так. Тоже вот состояние отлично. Видите? Без следов износа. Весит данный лот 25 килограмм. Это категория экстра. Ночные рубашки и пижамы Германия. Так. Хлопок. До этого тоже у нас все из хлопка. Наполнение очень хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Потому что мышок не маленький. 25 килограмм. Так. Вот смотрите. Здесь есть, видите, маленькое пятнышко. Раз. И вот. Здесь вот видите, где изгибы вот эти. Какие-то желтые линии проходят. То есть, как будто где-то лежало. Выгорело. Не знаю. Да. Вот тут есть недостаток. Так. Пижама очередная среднего размера. Вот 95% хлопка, 5% вискоза указанного состава. Размер средний. М это получается, наверное, скорее всего 46. Российский размер. Состояние хорошее. Так. Далее. С. Ночная рубашка маленького размера. Тоже с хлопка. В отличном состоянии. Размер 40-42. Это соответствует 46-48 нашему размеру. Российскому состоянию. Отличное. Хлопок. Так. Здесь бирки нет. Ну, по-моему, размер маленький. Тоже хлопок. Так. Так. 3 XL. Сделано в Германии. Вот написано. 100% хлопок. Постоянное. Отличное. То есть недостаток тут пока нет. Мужская пижама в упаковке. Размер. Вот что-то непонятно. 94-98. Это к чему? 65% полиэстера. 35% хлопок в указанном составе. Только размеры. Что-то здесь не понял. А штанишки. Бирка срезана. Но размер, по-моему, небольшой. Скорее всего, S. Внизу резиночки. Так. Еще одна пижама. И тоже из хлопка. 176 см. Здесь указан рост. Тоже в отличном состоянии. Это хлопок. Так. 176 см. Да. Здесь у нас тоже все хорошо. Недостатков каких-либо нет. Еще одна пижама. Мужская. Размер M. 48-50. Очередная пижама. Размер 40-42. Женская пижама. Примерно 46-48 российского размера. Кстати, вот, да. Не до конца показал. Состояние хорошее. Все же категория экстра. То есть, тут незначительный из нас есть. Но как это проявляется? Вот на камере, видите, не совсем новая, свежая, скажем, резинка. Но можно, увидев, понять, что я уже пользуюсь этой пижамой. Следующая пижама у нас небольшого размера. Но тоже из хлопка. Это, кстати, марка Triumph. Размер указан 40-й. Соответственно, 46-му российскому размеру. Я бы не сказал, что размеры здесь маленькие. То есть, и 54-е, и 56-е размеры были, да. 48-е, 50-е, 52-е. А вот ESS-ок здесь, по-моему, меньше. XL. Тоже в отличном состоянии. Вот, смотрите, резинка такая хорошая. Следов износа здесь нет. Еще одни штанишки. Так. Размер 44-46, хлопок. И отдельные штанишки в отличном состоянии. Размер средний 40-42, это европейские размеры. 100% хлопок в указанном составе. По-моему, они новые. Так. И вот еще одна пижама. Кстати, пижам очень много. Обычно, по-моему, бывает меньше. Пижама большого размера. Из хлопка. Ткани все, в основном, натуральные. Пока надпись полиэстер. Что-то не мелькал так часто. Смешанные только были, да? Ткани у нас. Так. Вижу два маленьких пятнышка. Где-то здесь. Сейчас потерял. А, вот они. Эти маленькие пятнышки. Так, в общем, в целом состояние отлично. Еще одна мужская пижама. Новая в упаковке. Размер М. 100% хлопок в указанном составе. Начинаю. Рубашка марки Triumph. Размер 42-й европейский. Это соответствует 48-му российскому размеру. Так, далее. Элька. Здесь тоже 100% катон. Так, штанишки марки H&M. Написано Элька, но больше похоже, по-моему, на Эску. Видимо, какие-то подростковые. Так, 48-50 хлопок. Здесь у нас 100% хлопок тоже Эска. Размер маленький. Так, просто штанишки. А, нет, это пижама, оказывается. Пижама, но вот тут, по-моему, уже не хлопок. Да, 100% полиэстер. Вот, смотрите, синтетика здесь. Ну, синтетики крайне мало в этом конкретном лоте. Так, ночная рубашка. Тоже очень большого размера. Можно вдвоем, наверное, спать. Так, 48-50. Тоже в отличном состоянии. По-моему, такая уже одна рубашка была. И вот тоже, видите, повторы есть почему-то. Удивительно. Обычно повторяется, когда вещи бывают новые. Так, это пижама. Вот здесь, по-моему, 100% полиэстер в составе. Состояние отличное. Мужская пижама. 54-й указан размер на бирке. Но штанов почему-то нет. Или... Нет, это другие штаны, уже не отсюда. Просто штаны. Не комплект. Хлопок. М-ка. Размер 40-42. Здесь 85% хлопка и 15% полиэстера в составе. Незначительный износ, видите, на воротнике. Все же есть. Опа! Вот здесь пятно. Сильное, большое. Ризинки тоже с небольшим износом. Вот штанишки. Еще одни штанишки. Марки Джанина. И размер здесь указан средний. М-ка 40-42. То есть, в принципе, 46-й, 48-й получается российский размер. Состояние отличное. Без видимого износа. Катышков нет. Эско. Размер маленький. Для бронирования, для заказа, пожалуйста, пишите или в ВКонтакте, или на WhatsApp. Можете звонить по номеру 8800 для 1727. Звонки по России бесплатные. 42-го размера ночная рубашка. То есть, примерно 48-го российского получается. Тоже в отличном состоянии. Это хлопок. Вот, смотрите, вот такие штаны и были, да? И вот такая вот пижама. Повторы есть. Хлопок. Так. М-ка 40-42. Это, как бы назвать, комбинезон, наверное, да? Ризинки, конечно, с небольшим износом. Хлопок. Еще одни штанишки маленького размера. Это Эски, по-моему, да? Эски. Марка Эсмара. Тоже из хлопка. Состояние хорошее. Так. Ночная рубашка. Небольшого размера. Из хлопка. В хорошем состоянии. И последняя пижама из этого мешка. Дырка срезана. Размер 40-42 М. То есть, примерно 46-48 российского размера данная пижама. Хлопок. Состояние отлично. И на этом все. Состояние отлично. Хлопок.